1 октября 1922 года поэт и теоретик музыки Валентин Парнах представил на сцене ГИТИСа коллектив под названием «Первый в России эксцентричный оркестр». Именно с этой даты и начинается отсчет жизни отечественного джаза. Мы запускаем серию интервью «Современные люди джаза. Кто они?», в которых расскажем о знаковых фигурах российской джазовой сцены. Меня зовут Катя Тарарак, а наш первый гость – Дмитрий Илугдин. Пианист, композитор, создатель коллектива «Илугдин Трио», автор музыки к игровому и документальному кино. Верите ли вы в существование джазового менталитета? Менталитета? Ну, конечно, конечно. Это джазовым менталитетом может обладать далеко не только музыкант, а любой творческий человек, потому что это, прежде всего, свобода. Это свобода, это в какой-то степени такая независимость от мнений окружающих. Это смелость, это, безусловно, импровизация в жизни. Это некая спонтанность. Но я хочу сказать, как хорошему джазовому музыканту, важнейшее качество в спонтанности и спонтанности импровизации – это, конечно, организованность. Потому что во всем этом должна присутствовать какая-то внутренняя большая культура. Тогда эта вся вот такая импровизационность, она идёт в какое-то очень, что я сказать, созидательное родство. И, наверное, вот это качество я бы вообще приписал бы джазовому человеку, так называемому, которому при этом не обязательно быть музыкантом. А иногда вот тебе очень хочется понимать джаз, но ты его не понимаешь. И даже это у музыкантов, наверное, у начинающих бывает, которые им очень нравятся, но чего-то не хватает. И мне кажется, что, может быть, дело вот в этом джазовом менталитете, можно его как-то развить самостоятельно? Ну, понимаете, вы не можете слушать музыку, которая вам не нравится, в любом случае. Если вам эта музыка не нравится, вы её не поймёте. Конечно же, нужно иметь некое влечение просто к тому миру, в который ты окунаешься. Неважно вообще, понимаешь ты, как строится, по каким законам эта музыка. Не понимаешь, пусть в этом разбираются музыканты или какие-то специалисты музыкальные. Конечно же, человек простой, я имею в виду человек, не относящийся непосредственно к этой профессии, он, конечно, должен слушать музыку только эмоцией, сердцем и душой. Но как научиться понимать эту музыку, наверное, нужно иметь только какой-то просто, ну, общий какой-то культурный, наверное, бэкграунд. И вообще, просто вообще увлекаться разными видами искусств, чтобы твой кругозор, твой вообще просто менталитет, интеллект, он был открыт. И мне кажется, любой человек может, просто джаз это такое, понимаете, такое широкое понятие. Любой слушатель найдет какое-то из направлений, которое его больше привлекает, к которому больше тяготеет, к которому больше его захватывает. Потому что джазовая музыка сейчас это, ну это же целый мир. Это то же самое, что классическая музыка. Ну какая классическая музыка? Классическая музыка 17 века или классическая музыка конца 21 века? Это же тоже абсолютно два мира, два шофира. Поэтому джазовая музыка это такое же широкое понятие. Там можно пойти туда, можно туда. Да, каждый человек может что-то для себя там найти и чем-то очароваться, и что-то для себя не просто подчеркнуть, а что-то, ну, что-ли черпать для себя. Давайте поговорим про ваш новый альбом, который сейчас ожидается. О чем он? Ну, самое интересное, что у этого альбома до сих пор нет названия. Хотя, может быть, когда выйдет это интервью, оно уже будет. Знаете, этот альбом о настоящем времени, потому что туда вошли достаточно новые пьесы. И, как всегда, все мои композиции имеют очень такие образные названия. И каждая из этих пес, она, как правило, всегда про какую-то историю. И, конечно же, этот альбом отражение меня, ну, вот, образца 2022 года. И это моя последняя музыка. И у каждой композиции я могу, в общем-то, рассказать совершенно отдельно. Там есть композиция, которую я написал в 2020 году, а есть пьесы, которые написаны значительно позже. Но пьеса вот 2020 года, она была очень актуальна, как я говорю на концертах, в свое время. А теперь осталась только музыка, тема и пропала. Локдаун. Локдаун, совершенно верно. Я поэтому все время должен прокомментировать, что я эту музыку писал в 2020 году. Но, тем не менее, вот она осталась, как пьеса. И хотя тема уже, в общем, как бы немножко прошла. Хотя я очень рад, что она самостоятельно живет. Туда вошла моя последняя прелюдия. У меня есть цикл таких камерных пьес для трио, которые я никак не мог причистить. Я не мог им дать название, а в форуме они действительно были такие вот, ну, камерные, такие пьесы музыкальные, достаточно, ну, я говорю, камерного настроения. И я решил их еще давно-давно вот как-то так нумеровать прелюдиями. И вот. И на этот альбом, в этот альбом у меня вошла как раз моя последняя прелюдия, номер шесть. Есть пьес, который я написал, вспоминая свое раннее детство. Написал ее совсем недавно. А вот, вернее, детство вспоминал часто, а в пьес это оформил совсем недавно. У меня очень большая часть моей ранней, так сказать, жизни прошла около Моя. В Прибалтике, поскольку моей бабушке-дедушке Рижане, я там много очень жил. И никогда, к сожалению, больше там, ну, по крайней мере, подолгу не было, только был мегастронер. А вот мои воспоминания о Прибалтике, о приморском таком настроении, они остались. И у меня родилась такая пьеса, скорее, название родилось вместе с пьесой «Море там». И я вот решил на этом альбоме эту пьесу записать. Ну, я должен сказать, значит, от этого альбома, что я применил совершенно другой подход к его записи. Это практически лайф, то есть это живой. Это живой будет диск. Мы записали все, практически все с первого дубля. Это был такой, в общем, концерт без зрителей. Если мы все предыдущие альбомы писали очень тщательно в студии, с большим количеством дублей, некого даже постпродакшена по звуку, то здесь я вот решил так осмелеть и просто записать абсолютно живой, практически, концерт. Он был записан в очень красивом месте, вообще на фоне современной Москвы. И мы это все снимали на видео, и у нас выйдет практически отдельно каждая композиция с небольшим таким видеосинглом. Мы это будем все параллельно запускать. И, в общем, вот этот какой-то такой московский, я бы сказал, полуиндустриальный задний план, он мне показался очень гармонирован с той очень чувственной, насколько мне кажется, музыкой, которую нам удалось там исполнить. И, в общем, это может быть, конечно, не только все услышать, но и увидеть. То есть для вас по энергетике есть разница между теми альбомами, которые были как кропотливо и тщательно записаны, и с этим вот так? Ну, знаете, у меня разница между всеми альбомами, потому что это как дети. Они каждый со своим характером, каждый с какими-то своими отличительными особенностями, и все они разные, и всех, кто любишь их, одинаково, конечно же. А какая трансформация, на ваш взгляд, произошла с файсийским джазом за 100 лет его существования? И произошла ли она вообще? Ну, мне кажется, кардинальная, и она, наверное, все-таки, прежде всего, заключается в том, что он стал более оригинальным, вот то, о чем я сказал вначале, потому что, как мне кажется, в начале зарождения отечественной джазовой школы, как мне представляется, все-таки музыканты больше ориентировались на, ну, что ли, такие мировые американские стандарты. И для многих музыкантов, наверное, считалось очень высоким уровнем овладеть своим ремеслом, как американский джаз номер, например. Но, с моей точки зрения, это, в общем-то, хороший путь для какого-то начала, но абсолютно тупиковый, и я бы не побоялся этого слова, бессмысленный. Вот, потому что, в общем, копии, даже когда очень хорошие, они, наверное, совсем не интересны, если всегда можно послушать оригинал. Но, поскольку советский джаз, он был в условиях очень, я бы сказал, жестокой цензуры и достаточно закрытом, заматом пространстве, конечно же, мы никак не можем предъявлять такие претензии к музыкантам старшего поколения, потому что это действительно, это было, по-своему, и героически, и очень смело, и высококлассно. Но, слава Богу, что сейчас есть возможность просто больше проявлять музыкантам свою творческую индивидуальность, и, мне кажется, это ключевая, наверное, деталь. Именно вот в трансформации нашей музыки за эти сто лет она стала более оригинальной. А как её найти, вот эту самобытность, и не быть ни на кого похожим? Ну, её найти невозможно, она или есть, или её нету. Хотя я уверен, что она у всех есть. Просто надо быть искренним в музыке. Это самое главное. Когда... Это очень слышно. Когда музыка не превращается в спорт, когда музыкант не хочет ничего никому доказывать, удивлять, поражать. Вернее, это, само собой, тоже происходит, но это всё очень вторично. Всё-таки, когда есть какая-то основная идея у человека, который может поделиться своими слушателями, неважно, композитор, ты не композитор. Просто я считаю, что джаз такое искусство, что, в принципе, все музыканты, они в той или иной степени композиторы. Абсолютно импровизация – это тоже сочинение музыки. И вот когда ты обладел уже каким-то основным ремеслом, дальше начинается самое сложное. Тебе надо быть очень честным в своей музыке. И тогда, мне кажется, вот эта индивидуальность, свободность, она просто автоматически сама и проявляется. И это очень слышно, потому что, когда ты слушаешь какого-то музыканта, ты просто, неважно, музыкант или не музыкант, если ты просто слушатель, ты всё равно сердцем чувствуешь, веришь ты ему или не веришь. Вот эта искренность, она достигается исключительно бессознательным, в общем-то, подходом именно в очень честном отношении к своей музыке и к своему слушателю. А в таком случае, как определить грань между джазовой музыкой и другими направлениями? И нужно ли вообще её определять? Ну, то есть, условно говоря, что можно назвать джазом, а что будет уже не джазом? Да, конечно, вы правы, что сейчас эта грань уже размывается, смывается. И, конечно же, если мы там лет, даже не знаю сколько, да, господи, да ещё лет 30, наверное, можно было сказать, что если в музыке не присутствует так называемый свинг, но эту музыку нельзя назвать джазовой. И, может быть, на то время это было и справедливо. И сейчас я считаю, что такой подход вообще не имеет ничего общего с реальностью, потому что сейчас джазовая музыка, она как губка. Вот она настолько впитывает в себя какие-то параллельные жанры, около, ближнележащие, что, конечно же, вот эта грань, джаз это или не джаз, она размывается. Но я для себя, в общем-то, наверное, сформулировал основной критерий, когда музыка может называться джазовой. Для меня это прежде всего наличие импровизации. То есть вот этот элемент спонтанного сочинительства, который присутствует, безусловно, в очень организованных рамках и стилистических, и музыкальных, и смысловых. Конечно же, нельзя всё назвать джазом, где мы имеем дело с импровизацией. Но так или иначе, когда импровизация совмещена ещё с каким-то, ну, что ли, джазовым языком, то, конечно же, это джаз. А то, что он очень может быть разный, это так. Да, но я никогда не буду вообще однобоко говорить, что это джаз, а это не джаз. Это вопрос, конечно, очень дискуссивный день. Что нужно делать с начинающим джазом музыкантом, чтобы реализоваться на сцене в России? Ну, вопрос, который мне задают не раз. Честно говоря, Катя, и у меня никогда не было, и, наверное, не будет на него универсального ответа, потому что его быть не может. Я имею в виду какого-то рецепта, поскольку это не шоу-бизнес, это вообще не бизнес. Тут не работают законы какого-то глобального менеджмента, который мы можем применить к этому. Я тут, опять же, отсылаю только к искренности в своем деле, потому что когда ты сам веришь в то, что ты делаешь, и когда ты просто не из того хочешь заниматься тем, чем ты занимаешься, это внешние возможности, они приходят совершенно естественным путем. Я моим молодым друзьям, очень многим всегда так говорю, неважно, что сейчас, просто занимайся своей музыкой, играй на своем инструменте, если ты пишешь музыку, пиши ее как можно больше, и просто иди по своей дороге, и будь что будет. И, как правило, когда, как мне кажется, человек все-таки, несмотря ни на что, идет по какому-то своему выгодному пути, очень осознанно, с большим желанием просто делать и реализовывать то, что тебе вообще доносываешь, то и жизнь твоя складывается, мне кажется, абсолютно соответствующим образом, и к тебе просто концерты приходят. Это здорово, когда концерты приходят, наверное, все мечтают, молодые музыканты об этом. Я тоже понимаю, что здесь не будет универсального рецепта, но, может быть, кто-то сможет вдохновиться. Вот, как к вам приходит ваше произведение, как это происходит? Наверное, по-разному, но, может быть, есть какая-то особая история. Да, по-разному, конечно, это очень сложный процесс или очень легкий процесс. Потому что, как правило, пьесу я иногда слышу уже всю голове, не подходя к инструменту. А иногда совершенно наоборот. Сидя за инструментом, вдруг ты цепляешься за какую-то музыкальную идею и ее разрабатываешь. И получается и так, и так. Некоторые пьесы я писал очень быстро. То есть буквально какой-то основной такой вот крючок музыкальный, мелодический или гармонический, или ритмический. И ты, наверное, выстраиваешься в композицию. Вот, иногда пьесы очень долго не получаются. Ты думаешь, наверное, это полная ерунда, и она неудачная. И откладываешь ее надолго. А потом через полгодика слушаешь свою заметку в диктофоне. И понимаешь, что и неплохая идея оказывается. Берешь ее, делаешь, и она получается. Значит, она просто должна была как-то отлежаться, и времени не пришло. Поэтому, конечно, очень разными путями. Но, как правило, конечно, музыку иногда слышишь намного раньше, чем ты ее исполнишь пальцами инструмента. Вы в одном из своем интервью сказали, что после зимнего концерта в Доме музыки у вас начнется новая веха в вашем творчестве. А в чем она заключается? Вы знаете, много музыки было написано с тех пор, потому что, когда мы играли... Ой, это был прекрасный концерт. Он был практически как раз до локдауна. И мы сыграли его в январе, и в марте все закрыло. И у нас был такой большой план на вообще следующий год. И концерты, и столько идей было. Но ничего не произошло, конечно, в ближайшие месяцы. Хотя потом мы здорово все наверстали. Но дело в том, что мы записали альбом наш, уже предпоследний, My Story, как раз уже после концерта в Доме музыки. И мы этим концертом как бы закрыли такой, ну, творческий что ли, этап. Мы очень много играли музыки из наших предыдущих альбомов Reflection. И даже из некоторых, даже некоторую музыку мы играли с самого первого альбома триума Никитского и Лива, который вообще отдельно стоит и очень отличается по всему. После этого концерта мы во многом, в общем, трансформировали, как бы, немножко стилистически, по настроению. И нашу музыку специального альбома. И, в общем, ну, звук немного или много изменился. Вы сейчас упомянули альбом Reflection, а я вспомнила композицию Reflection. На последнем концерте вы сказали, что каждый раз она для вас немножечко по-новому звучит. А вот сейчас она как звучит? Ну, она звучит так, как вы ее с Камим все услышали в последнем концерте. Но, понимаете, она действительно, вот она отрабатывает свое какое-то такое магическое название, потому что она каким-то волшебным образом всегда трансформируется под какое-то настроение сегодняшнего дня. Вроде бы пьеса одна и то же, а сыграть ее не то чтобы похоже, даже близко, одинаково никогда не получается. И, конечно, вот последние месяцы, когда мы ее иногда играем, мы ее очень нечасто играем, она, конечно, приобретает совершенно другое настроение. Ну, видите, я не могу вам рассказать, как она звучит. Это, конечно, можно только услышать и почувствовать. Но я говорю, что она всегда очень отражает вот наше очень такое сиюминутное настроение относительно вообще всего – устоятельств, окружения, общего настроения. Там это все есть, она, естественно, себя это всегда так питает и вот так немножко рефлексирует. Кого вы обращаете внимание, вот кто для вас сейчас знаковая фигура российского джаза? Музыканты, которых я очень люблю, это мои коллеги, прежде всего. Замечательный пианист Евгений Лебедев, прекрасный композитор Лев Слептель, замечательная спецфанистка Анна Королева, прекрасный пианист Тони Корпеттиан, гитарист Женя Побожий, да еще, в общем-то, огромное количество ребят, которых я очень уважаю и ценю, и музыку, которую слушаю с огромным удовольствием. Ну и заключительный вопрос. Есть ли у вас мнение о том, как будет в дальнейшем развиваться российский джаз? Знаете, понятия не имею, я собираюсь и дальше заниматься своей музыкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова